МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины Таджикистана становятся жертвами лживых обещаний боевиков. По последним официальным данным, более 170 женщин-таджичек находятся в зонах военного конфликта. Так, в начале февраля в Сирию отправилась Хумайро Мирова со своими четырьмя детьми. Вторая жена известного таджикского перебежчика на сторону ИГИЛ, Гулмурода Халимова, бывшего командира ОМОН МВД Республики, работала в пресс-службе Министерства внутренних дел, а затем в таможенной службе. Что заставляет женщин примыкать к джихадистам, пыталась выяснить Мехрангес Турсунзаде. Впервые в Таджикистане вынесен приговор женщине за ее участие в военных действиях в Сирии. Зарина Сардорова, мать двух детей, 24 февраля была приговорена к 13 годам лишения свободы и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Судья по делу Джирабек Шинзуда сказал, что Зарина Сардорова 8 месяцев находилась в сирийской провинции Дайрулзар. Когда там начались бои, она перебралась через Турцию в Душанбе. Ранее Зарина Сардорова в соцсети Одноклассники открыла страничку, в которой содержались призывы к джихаду. Несмотря на то, что подсудимая отрицала обвинение и, в частности, участие в совершении поступков, показания свидетелей и ряд других доказательств указывают на ее преступление. Зарина Сардорова приговорена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Министр внутренних дел Рамазон Рагим Зода замечает, что жизнь мужчины в Сирии коротка. По его словам, ИГИЛ использует женщин как рабынь, которые становятся жертвам сексуального насилия. Правоохранительными органами зарегистрировано около тысячи молодых ребят из Таджикистана, которые участвуют в военных действиях в исламских государствах. В списке фигурируют 154 семьи, 190 мужчин и 176 женщин, 95 молодых ребят и 67 несовершеннолетних девочек. Представитель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Махбуба Азимова отмечает, что они постоянно проводят встречи именно в тех районах, откуда больше всего женщин едут в Сирию. По ее словам, таджикские женщины не едут в места военных конфликтов в одиночку. Сегодня, к большому сожалению, в Сирии находятся наши женщины и сестры. Они едут туда по инициативе мужчин. Только лишь двое или трое поехали в Сирию по собственному желанию. Остальные по желанию мужчин. Уезжают даже с семьями. Очень много женщин из Хатлонской области, с районов Бухтар, Фархор, там, где мы активно работаем. Из Сахдийской области это Бабуджон-Гафуровский район, город Истравшан. Есть и из районов республиканского подчинения. Все они хотят вернуться, но, к сожалению, теперь это сделать будет непросто. 30-летняя Джамул Бехамидова – одна из немногих женщин, которой чудом удалось сбежать из Сирии. Ее муж был убит через несколько месяцев после того, как они отправились в Сирию летом 2014 года. Боевики разделили новичков на группы по полу и национальному происхождению, рассказывает Джамул Бим. Я не видела своего мужа, он был в другом месте. Я жила с женщинами, там были арабки, были и узбечки. Нам привозили макароны и крупы. Мы готовили еду из того, что было. Как говорят, если проголодаешься, даже камень будешь есть. В лагере было много беременных женщин. Когда начиналась стрельба, дети плакали, а женщины рыдали. Очень сложно было. Не было продуктов, денег. Из дома нельзя было выходить. Дома приходилось говорить очень тихо. В 25-летнем Гульру муж вывез обманом в Сирию. Он уговорил ее поехать с ним в Москву, где бы они жили вместе и зарабатывали деньги на квартиру. Только после приезда в Сирию она узнала о реальных целях своего супруга, который присоединился к террористам. Через некоторое время в боях он был убит. А Гульру до сих пор находится в Сирии. Вот что говорит ее мама Майрамби Олимова. Она говорит, что не может сбежать. Таксисты обманывают, сдирают по 500 долларов, а на границе продают женщин какому-нибудь арабу, который платит таксистам по 30-40 тысяч долларов. Она не может выйти из дома, пока остается там. У нее трое детей, мужа нет. Как она сможет вернуться, я даже не представляю. Она просит молиться за нее, и чтобы этот кошмар скорее закончился. Сообщениями о боевых успехах исламского государства, которому пистрит пресса кажется некоторым женщинам желанным выходом из безнадежной ситуации. Они видят для себя дома никакой перспективы, зачастую сами себя считают неудачниками. Журналист-расследователь Мухаюна Олимова считает шокирующим тот факт, что женщина уезжает в Сирию с детьми воевать. По ее словам, материнский инстинкт, который предназначен для защиты детей, не должен позволять им рисковать их жизнями. Когда слышишь, что женщина едет в Сирию или в местах, где идет война, это объясняется тем, что она пошла за мужем. Для меня, как женщина, как мать, это не воспринимается. Потому что женщина прежде всего должна заботиться о своих детях, потому что они продолжение ее рода. И женщина должна быть мудрее и знать, куда она ступает и что делает. Эксперты отмечают, что малограмотность женщин, их неуверенность в себе, привозит в состояние зависимости. В результате чего слово «мужчина» становится для женщин законом, а любая мысль о потере мужа сравнима с самоубийством. Поэтому, как предполагают эксперты, большинство прибывших поддержать джихад женщин, несмотря на свою готовность положить жизнь за халифат, оказываются под замком и вынуждены обслуживать боевиков мужчин. Мехрангестур Сунзуда, Тушанбе. Мехрангестур Сунзуда, Тушанбе. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова